В юности она ужасно стеснялась своего высокого роста и худобы. И всерьез училась на инженера-металлурга. Но случай в ее жизни изменил все. Она победила в конкурсе красоты, уехала в Италию и стала настоящей знаменитостью. Похоже на историю Золушки, только эта сказка случилась на самом деле. Сегодня у меня в гостях телеведущая, модель и актриса Наташа Стефаненко. Наталья, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Наконец-то у меня есть возможность поговорить с человеком из настоящего, большого, мирового мира моды. И я знаю, что вы родились на Урале, в маленьком каком-то городке, да еще и секретном. Он назывался Свердлов 45. Совсем недавно я начала говорить эту цифру. Потому что нельзя. Нельзя говорить, нас предупреждали. Я помню, в 9 лет это было первое соревнование по плаванию. Должна была выезжать из города. И нам сказали, ни в коем случае ты не должна говорить номер твоего города. Какая там была жизнь? Там, наверное, было безопасно, да, Наташа? За этим забором. Это точно. Все свои. Все работают на одном предприятии. Конечно. Все работали с Ураном. Ну, не все, но часть семьи. Как мой папа, он ядерщик. Много было школ, спортом занимались все. Были условия, были стадионы, да, бассейн. Стадион один. Большой один стадион. Факел назывался. А мама чем занималась? Мама, она воспитатель в детском саду. И она, вот, она учительница. Она по жизни учительница. Она до сих пор нас всех учит, строит. Но это просто мама. Поэтому у них был такой симбиоз с папой. Папа остряк, папа веселый. Он белорус у меня. Из Белоруссии приехал в этот маленький городок. Их было 15 белорусов, красавцев. И, конечно, там взорвался город от этих красавцев. И вы знаете, с шуткой он до сих пор сейчас говорит, а, нас в живых осталось только двое. Я говорю, пап, не смешно вообще. Вообще не смешно. Не смешно совсем. Потому что, конечно, уран, это уран, это радиация. Это не видно, но это потом чувствуется и дает о себе знать. А в семье воспитателем была мама в силу профессии, а папа был подушкой, отдушиной, радостью жизни? Или наоборот? Нет, именно так. Я папина дочка. Нас двое. У меня сестра на 4 года старше меня, Алена, и я. Алена мамина дочка, я папина. И с папой нам было очень весело всегда. Постоянно шутил. Постоянно. Например, даже на вахте. У нас вахты были, чтобы зайти в город. Но до 7 лет тебе не дают пропуск, потому что ты еще маленькая. Маленькая. И что он делал? Он говорил, так, мы сейчас идем на вахту. Тебя не пропустят, если ты не споешь песню, не плачь, девчонка. И не смаршируешь. Не плачь, я ее до низу изнаю. Девчонка, представляете, да? Я так переживала. Я начинала учить эту песню, вспоминать слова, маршировать, репетировать. И действительно заходила на эту вахту. Там такой узкий проход. Естественно, солдат с калашниками, все так серьезно. И я вовсю марширую, ору эту песню. И тот, я уже поняла, что он там подмигивал. Сейчас я понимаю, что он подмигивал этому солдату, потому что солдат сначала опешил. А потом, конечно, такой, молодец, проходи. Я так... Пропустили! Домой пропустили! Послушаем сестру Алену. Давайте. У меня была кукла замечательная. Не помню, кто подарил, потому что я была достаточно маленькая. А мне 4 года было только, когда Наташа родилась. Но эту куклу я вот визуально помню до сих пор, потому что она долго в семье сохранялась. Ее звали Наташа. И вот Наташу-то назвали, в общем-то, вот благодаря этой кукле и мне. Когда родилась сестра, и родители думали, как ее назвать, было имя Анастасия. Может, еще какие-то имена, я сейчас уже не помню. Ну, я настояла такой вот силой воли, и мама не смогла мне отказать. В детстве она была таким вот, росла, знаете, ребенком очень активным, шумным. Вообще она пацаненком была. Вот я, насколько я помню, даже в самом раннем возрасте. Белокурая, такая вся вроде бы нежная, худенькая, такая былиночка росла всегда, высокая. Она любила дружить, у нее кругом были всегда друзья ее. И вот я помню первый день рождения ее, она решила пригласить домой друзей. Ну, мама говорит, ну да, конечно, там у нее. Наташенька, а сколько будет человек? Ну, человек 10-15, в результате человек 40 пришло на ее день рождения. А вы дружили в детстве? Я ее боготворила, я очень ее любила, но, к сожалению, в 11 лет ее отправили в Свердловск. Учиться в спортивную школу для плавания. Ну, что я ее, в принципе, скопировала, я плавала из-за того, что Алена плавала. Алена поехала в Москву, я тоже поехала в Москву. Вот как-то так получилось. А еще кто в детстве был другом? Я не знаю, может быть, бабушка, может быть, соседская девчонка. Бабушка, конечно, она все для меня. Она мой ангел-хранитель сейчас, всегда со мной, она была всегда со мной. Бабушка, это, конечно, тепло, это вкусный суп, это блины по воскресеньям. Это так было вкусно, всегда просыпаться с этим запахом, еще в пижаме, забегать на кухню. Тут блины и потом масло. И это масло. Этот блин. Этот блин и радости. Необыкновенно много. Да, очень. Я знаю, что вы конфеты съели. Ребенок съел конфеты. А вы много знаете. А мы много знаем. А бумажки все завернул и положил. Так было, да? Было. Так получилось. Я обожала шоколад и воровала эти конфетки, потому что мама всегда говорила, Наташа, прекрати есть так много шоколада. Потому что у меня потом еще и, в принципе, я начинала чесаться. Но это было слишком много. И я вот таким образом хитро обманывала маму. Но мама, конечно, когда приходили гости, и когда она хотела их угостить вкусными конфетами, происходило нечто. Неовкость. Иногда я брала коробку конфет, все это распаковывала, ела их потихоньку. И когда оставалось четыре конфетки, их по краям. Думаю, ну не заметит. И запаковывала все замечательно. Так прям была коробка запакованных конфет. И там тоже было чудо. Она такая, угощайтесь, гости дорогие. А я так раз за дверь. Да. Ну, Наташа. А у вас помимо плавания еще какие-то были интересы, Наташ? До плавания я пошла в художественную гимнастику. Однажды поставили всех в линейку и сказали, Наташа Стефаненко и Светлана Карпова, до сих пор помню ее фамилию, это моя была подруга, сделайте шаг вперед. Мы делаем шаг вперед, и нам говорят, вы слишком высокие для художественной гимнастики, идите в баскетбол. Я ненавижу баскетбол. Я ненавижу баскетбол. Я не знаю, потому что это была такая травма. Представляете, ребенку сказать, ты не можешь после года. Я старалась, я там как-то что-то делаю, помню, с мячиком, с ленточкой, все. И вдруг ребенка просто выгоняют из художественной гимнастики. Я решила заняться плаванием. С утра ты идешь в бассейн, в 6 утра, целый час, там полтора плаваешь. Фена не было, как вы помните. Поэтому, представляете, мокрые волосы, шапка-ушанка, все, минус 40 на улице не добывало. Все вот так вот. В инии. В инии и во льду. Мне даже нравилось. Я бежала и слышала тринь-тринь-тринь-тринь. Ресницы все начинают быть. Индивиют. Да, во льду. И мне нравилось это. Я забегала в школу, а там же жарко. Я забегала и смотрела в зеркало. И видела каждую ресницу с капелькой вот этой вот воды. Воды растаявшей. И мне так казалось, что я принцесса. А рост мешал, да? Мы обзывали в школе. Не знаю, почему меня обзывали Стефандра-Скафандра. Вот почему, не понимаю. Стефаненко, наверное, у кого-то фантазия была какая-то странная. Но меня еще обзывали жирафа. Меня обзывали еще и глиста в корсете. Не знаю, почему в корсете. Куда я, наверное, потому что? Да, очень. И три метра сухостоя. Вот это вот все эти обзывалки. Всегда о росте. И я не обращала на них внимания. Но когда один раз мне сказали то же самое, Марина Качалова, моя подруга, она закрыла своей грудью и сказала, ну она же в этом не виновата. И я поняла, что это проблема. Ты другая. Да если ты другая, то ты априори... Изгой. Да. А в скакалку, я знаю, вы пели ля-ля-ля-ля. Как в микрофон, да, Наташа? Да, было дело. Мне очень нравилось. Я включала на всю катушку Софию Ротару. Я ее обожала. Не знаю, почему София Ротару. Я, ты, он, она. Вот это все. Брала эту скакалку и пела. Чтобы были такие длинные волосы, я надевала колготы шерстяные. И вот вовсю так с этой скакалкой. И смотрела на себя в этих... Даже не в зеркале, а у нас шкафчики зеркальные. Не зеркальные даже, а вот... Обокая, да, стеклянная. Стеклянная. И немножко в отражении было видно, но не очень. И казалось, что у меня все здорово и замечательно. И я пела. Мне так нравилось. А вот когда вы пели, как тогда вот с ресницами опушенными, инием, вы себе нравились? В том отражении, да, потому что было не видно. А так я себя не любила. Я очень была закомплексованным ребенком. У меня были длинные-длинные ноги, что сейчас замечательно, но в то время слишком длинные, я даже была готова их отрезать. Конечно, я понимаю. Укоротить. Я была без груди. Она была просто такая плоская, неказистая. Я жестикулировала. Видите, что я делаю? Это тоже было некрасиво. И мама боролась со мной. Это очень итальянская фишка. Вот с размахиванием руками. Да, да. Трогать, жестикулировать. А почему не пошли в профессиональный спорт, Наташа? По идее нет. Почему? Я до кандидата дошла совершенно спокойно и начала готовиться к Олимпиаде 84. Мы готовились уже до мастера. У меня было совсем чуть-чуть. И я, кстати, плавала с Александром Поповым. С Сашей Поповым, который выиграл очень много Олимпиад. Кстати, привет, Саша. Он рискнул. А я не рискнула. Я решила, что все-таки, если ты выучишься, у тебя будет, естественно, профессия. Потом металлург. У нас везде металлургические комбинаты, поэтому без работы не останешься. Я просто таким образом оторвалась от этого большого спорта. И поехали в Москву поступать в металлургический институт. На Октябрьской. Миссис. Московский институт стали из плавов. Поступила с трудом. Мне не хватило полбалла. И меня все-таки взяли, потому что было там, типа, 10 мест еще свободных. И нас просто взяли вот так вот. Ну и еще, наверное, потому что вы кандидат в мастера спорта. Это всегда смотрят преподаватели. Смотрят, и мне помогло. Плавание мне помогло, да. Потому что нас поселили в ужасную, коммуна называлась, в ужасное общежитие. С клопами, с тараканами, с мышцами. Ну, все были. Все животные были. Это было на Ленинском проспекте. С девочками, которые курят, я не курила. И которые еще занимаются непонятно чем. Я, ух, никогда. И я из-за плавания. Потом меня спросили, чтобы я плавала, конечно же, за институт. И я попросила, чтобы меня перевели в другое общежитие, более цивильное, где жила, кстати, моя сестра. И перевели, да? Перевели. Сначала нет. И я сказала, что я не буду плавать за вас. Но я уже начала. Начала потихоньку за себя биться. Наверное, гордость все-таки мне еще помогла выжить, скажем. Потому что я была очень домашним ребенком. Когда я сказала, что я пойду в Москву, мама сказала, ты куда? Ты без нас не сможешь. Поверь, ты вернешься. И вот хорошо, что она мне сказала это. Потому что я не могла вернуться. Конечно. Это же гордость. Поражение, конечно. И когда мне не хватило полбалла, это была просто беда. Я поняла, что нужно возвращаться. А как? И потом вдруг последнюю. Просто прям назвали мою фамилию последнюю. Я думаю, наверное, это был такой шок. Потом появилась первая любовь. Ну, конечно. Это всегда окрыляет. Да, это был очень замечательный мальчик. Его звали Олег Рудковский. Он меня научил действительно любить как-то и меня любить. Потому что я себя не любила. Я считала, что я просто инструмент, который ходит, передвигается, несет голову. Я не знала, как себя вести, как себя представить. Я очень себя стеснялась. И вот он помог, первый помог мне дать понять, что я вообще-то ничего. Ольга ваша институтская приятельница. Да, моя лучшая подруга. Она всегда была блондинкой. У нее всегда были длинные волосы. Красилась всегда мало. Очень мало. Какое-то удивительное было увлечение, мне кажется, у нее в 90-х длинными юбками и платьями. Она сутулилась очень сильно. Точно. Тогда. У нее всегда есть одно такое выражение. Оно и тогда было, и сейчас она до сих пор говорит. Не-не, это не я такая. Это мне просто повезло. То есть она никогда успехи на свой счет не записывает. И тогда не записывала и сейчас. Она этого не осознает, может быть, о том, что она красивая. Или она закомплексована от этого. Или она стесняется. Было очевидно в разговоре с другими людьми. Потому что, когда она там появилась на телевидении, по-моему, Мисс МММ тогда, первый раз, она, по-моему, какой-то там в жутко красной плессированной юбке, тогда народ как бы говорил, ну мы-то всегда знали, что она такая. Но она-то не знала. Даже всем людям очевидно было, что, ну, как бы, ну, видимо, есть представление о том, как ведут себя красавицы. Да, действительно, это так. Мне всегда кажется, что мне повезло. Да, естественно, у меня очень много было ситуаций, за которые я хваталась. Я, наверное, просто понимала, что это вот мой поезд, который вот раз, остановился на секунду, и нужно сесть туда. Наверное, мне очень помогла интуиция в жизни. Вы окончили институт, все развалилось. Советский Союз развалился, предприятие все позакрывали. Я прекрасно помню, был очень тяжелый момент. И что делать? То есть вот с вашей металлургической профессией. Защищала диплом радиально-звеговая прокатка, кстати. Прекрасное название. Прокатка, прекрасно. И вдруг открыли Макдональдс. Да-да-да. В 91-м году открыли Макдональдс. Здесь, на Тверской, на улице Горького. Да, именно. И все, конечно, туда ломанулись. Убежали. И я в этой очереди, за мной, стоял визажист. Евгений. Разговаривались мы. Он мне начал говорить, слушай, я хочу тебя накрасить. Один раз давай попробуем и так далее. Конечно, для меня это было просто глупости какие-то. И он сказал, слушай, завтра приедет в страну, в Москву, Джон Касабланкос, босс элит модел-лук. Модельное агентство элит, оно известно во всем мире. И первый раз в жизни американец, в 91-м году, мы только-только открылись миру, приезжает, чтобы посмотреть девушек и выбрать самую красивую, чтобы она поехала в Нью-Йорк на финал этого конкурса, который назывался Look of the Year. Этот финал, кстати, выиграла Синди Крофорд. На минуточку. То есть это был не такой просто финал. На следующий день я пошла в Миссис на Октябрьскую, разговаривать с моим профессором, объяснять ему эти все чертежи и так далее. Было очень много ошибок. Он мне написал, что нужно сделать так, вот так, вот так, переписать здесь, перечертить здесь. В общем, голова кругом. Я выхожу и понимаю, что я так устала, что нужно просто расслабиться. И вспоминаю про этот конкурс. Для меня это просто бестолковый конкурс. Конечно, конечно. Пойду посмотрю, расслаблюсь, да, поулыбаюсь там, посмеюсь над этими беднягами, которые пришли там на конкурс. Ну куда вы, девочки? Пошла туда. С чертежом, помню. В платье с черным. Я помню до сих пор, как я была одета. Какие-то красные лодочки на маленьком каблучке. Захожу, и нужно было только себя показать. Был подиум. Девочки просто подходили к Джону Касабланко, сказали, здравствуйте. Он на них смотрел и сказал, спасибо, до свидания. Все. И записывал что-то себе. Евгений, он меня уговаривает, говорит, иди, ну какая тебе разница? Сходи, просто посмеемся, да и все. Пошути. Я выхожу на этот подиум, подхожу к Джону. Единственное, что я знала на английском, what is your name? Спросила я. И он так на меня посмотрел. Я помню, у него был такой огромный букет, который нас задвинуло. Потому что не понял, почему-то зачем, что за вопрос. Я Джон Касабланко, в чем дело? Отодвинулся, сказал, Джон, и так улыбнулся, говорю, nice to meet you, сказала я вот на таком именно акценте, и пошла. Думаю, как я пошутила-то славно. Мы с Евгением посмеялись, ну и пошли оттуда совершенно спокойно домой. И я слышу, Стефаненко, я думаю, сейчас мне скажут, так, иди сюда, как ты смела. А на самом деле он сказал, ты мне очень понравилась, можно посмотреть на тебя в купальнике? Нет, нет, потому что я инженер, я инженер-металлург, он говорит, я понимаю. Ну, он, конечно, все было с переводчиком. Он говорит, можно я посуду тебя в купальнике? Евгений меня опять уговаривает. Какая тебе разница? Давай уже. Ну, хорошо, только слитный. Не знаю, почему. Слитный в полосочку какую-то мне дали. Я его, конечно, на трусы надела, вышла, стеснялась жутко, вышла, он на меня, как на лошадь посмотрел. Ну, а что? Конечно, ну, там, типа, как у тебя там ноги, зубы, все, в принципе, было вроде бы нормально. В общем, я выиграла этот конкурс. А еще, посмотрите, вот эта фотография, да? Вот посмотрите, что у меня торчит еще кусочек платья. Мне было наплевать на платье надеть, без платья. То есть все боролись за сантиметры, чтобы, типа, похудеться, смотреться. А я на платье надела эту юбку, эту футболку, и все нормально. У меня все сложилось. Случайный человек в этом месте. И вот я выиграла этот конкурс. Это была какая-то судьба, я не знаю, должно было так случиться. Почему? Потому что я должна была закончить... Образование. Защитить диплом. Я помню до сих пор, я ему говорю, я не могу, я должна закончить институт. Он такой, да, отстань ты с этой металлургией. Я тебе обещаю третье место, как минимум, потому что мы были в моде. 91-й год. Русские красавицы. Все думают, что мы матрешки сумасшедшие. А мы-то, ха, красавицы. А третье место, что значит? Это, в принципе, контракт. Денежный контракт. То есть у тебя гарантия. Ты работаешь год или два. Если ты даже не работаешь, тебе обязаны потом выплатить какой-то гонорар. Но это было типа 100 тысяч долларов. Для нас в то время мы могли жить на 10 долларов в месяц. Конечно. Это были огромнейшие деньги. Он, конечно, меня очень-очень звал и обиделся. Очень обиделся на то, что я отказала. Защитили его диплом. И дальше что? То есть дальше надо идти куда-то на работу? Правильно. Сложности в стране. И я решила, думаю, ну что же, все настаивают, что я могу быть моделью. На улице говорят, а ты моделью? Нет. Меня это даже раздражало. Я подумала, а почему бы тогда не использовать эту ситуацию? Поехать в другую страну, посмотреть мир. Типа, я буду моделью, но мне все равно. Посмотрю мир, пока тут все успокоится. Через несколько месяцев приеду и начну работать. В принципе, логика была такая железная. И что я решаю? У меня была учительница английского языка. Моя приятельница. Я, потому что на английском не очень говорила. И попросила ее позвонить в филиал агентства Джона Касабланкоса в Италию. Мне она нравилась. Потому что Америка для меня было страшно. Ну, как-то страшно. Далеко. Да, далеко. Далеко. Вдруг что-нибудь случится. Я боялась. И мы позвонили в элит. Она объяснила, что я выиграл этот конкурс Look of the E, что вот я Наташа Стефаненко, бла-бла-бла. Мною заинтересовались. То есть человек на том конце провода понял, о ком идет речь. Потому что он позвонил Джону. Джон, кстати, спросил, закончила ли она этот миссис. Свою металлургию. Металлургию. Она же бы за руководством хотела быть. Пошутил. И сказал, конечно, конечно, берите ее. И я попросила гарантии. Гарантии денежные. Я узнала, как это все работает. Тебе дают какую-то гарантию денежную. Тебе покупают билет. И тебе дают в долг деньги. Но ты, как только начинаешь работать, и они, наверное, понимали, что я буду работать, ты все это отдаешь. Так вот и получилось. Я сразу начала работать. Я помню, до сих пор была какая-то реклама первая. И было очень много денег. Мне даже как-то стало грустно. Потому что думаю, я вот за один день, за два часа работы заработала какие-то сумасшедшие деньги. Это, может быть, было тысячи полторы евро. Вот сейчас в евро, если будем. Но это были еще лиры. Лиры, да. Я подумала, вот мой папа работает, вкалывает всю жизнь. И вот я зарабатываю за два часа то, что он зарабатывает за год, наверное. А может быть, и не может заработать. Вот вы реальный человек из этого мира. на самом деле, что такое жизнь в модели? Какова она? Нужно быть очень сильным человеком. Потому что не так просто быть номером. Ты номер. Ты заходишь, тебя смотрят, и говорят, нет-нет, извините, нет-нет, мне не подходишь. Ну и, конечно же, это одиночество. Ты одна всегда. Ты едешь в Майами... Это, конечно, красиво звучит, но поверьте, когда ты еще и маленькая, ты еще все равно, тебе 20 там с лишним, совсем с копейками. Ты едешь в Майами одна, работаешь быстро, тебя потом сразу же выбрасывают куда-нибудь в другую страну, потом еще, и потом Южная Африка, а потом ты в Милан, а потом еще ты в Канн и быстренько забежала и сделала фотографии. То есть все здорово, тебя красят, все красиво, но это тяжело, ты одна, ты должна быть очень сильного характера, ты должна самосовершенствоваться, читать, учить, потому что таким образом ты, ну так, с ума не сойдешь, ты должна все равно каким-то образом понимать, что ты хочешь вообще, потому что ты понимаешь, что это мгновение, и эти деньги больше не будут скоро заработаны, потому что сейчас ты красивая, но красота проходит, и тебя больше не хотят, ты старая, ты в 30 лет, ты старая модель, ты никому не нужна, поэтому нужно подготовиться психологически. Это не жизнь реальная, вот это жизнь реальная, замечательно, у тебя вот такая ситуация, хорошо, будем начинать с нуля. Мне и в этом смысле тоже повезло, потому что мне получилось так, что я перешла сразу на телевидение. Я начала действительно активно работать, конечно, с русским паспортом было сложно очень. Нет, во-первых, с паспортом, во-вторых, итальянский язык и английский язык, это же нужно знать. Итальянский язык я начала учить почти сразу. Была очень интересная история, в рыбном ресторане ко мне подходит мужчина, было где-то под 50, мне казалось, что он просто тут уже... Старичок. Старичок. Он мне говорит, здравствуйте, там на итальянском мне переводят. Я бы хотела работать с вами. Я русская. Пришел дядя, работать со мной. Но я, естественно, понимаю, что он не хочет работать со мной. Ничего хорошего из этой работы не выйдет. Я смотрю на него и говорю, извините, мне вообще не интересно. Я не могла объяснить, что я не такая, потому что в 90, в первом, втором году было ужасно быть русской и моделью. Это то же самое, что сказать, я проститутка. А вы откуда русская? Улыбка. Понятно. Сегодня что вы, сегодня вечером, что вы делаете? Ничего. То есть ты начинаешь сразу как-то грубить и быть очень жесткой, чтобы не дать понять, не дай бог, что я... Доступна. Да. Но он через мое агентство нашел меня и вызвал меня на встречу. И где он сказал, что я бы хотел, чтобы ты работала на телевидении с известным ведущим Джерри Скотти без языка? Это только, наверное, в Италии может быть. Без языка. Меня ставят в прямом эфире. В кадр. Просто в прямом, а не эфире. Тебя ставят рядом. Естественно, наряжают. Все, красотка, замечательная. И потом он еще инженер, металлург. И все это объясняет. И выходит какая-то огромная, красивая. Естественно, меня нарядили, накрасили. И, конечно же, я всех заинтересовала. Но я не говорила на итальянском языке. И мне говорили, когда будет пауза, ты говори. Да. Всем было смешно. Мне не очень. Не очень. Вообще не очень. Я, конечно, от стыда и от гордости начала сразу изучать итальянский. Через три месяца говорила совершенно спокойно на итальянском языке. И они говорят, что не надо, не надо говорить на итальянском. Представляете, вот ты слышишь только кола-пала-кола-кола-кола. Да. Кола-пала. Здорово. Прикольно. Кому? Ну да. Я начала работать на рекламах. И одна реклама получилась такой удачной, что меня начали узнавать из-за рекламы. Бывают такие рекламы, которые раз и... Срабатывают. Срабатывают у всех. И из-за этой рекламы меня пригласил Фабрицио Фрици на «Мисс Италия» в жюри. И как-то я ему понравилась. И он меня пригласил на программу. И вот там я зацепилась уже. Вы видели какую-то уймущую программу в Италии? Кучу. Кучу программ. Ваш приятель Альбана Коризи. Наташа Стефаненко. Первая русская девушка, которая стала известной в Италии. Она у нас звезда. Мы вместе с ней много раз работали на телевидении. Она самоочарование. Я ее обожаю. Высокая, голубоглазая блондинка. Невероятно женственная. Просто мечта. Одним словом, настоящая русская красота. Мы, итальянцы, теперь так и представляем себе русскую красавицу. Она уникальная, потому что для нас русская стала настоящей итальянкой, что, конечно, большая удача для нас и огромная потеря для вас, русских. Такую красавицу упустили. Но не переживайте, ей здесь с нами хорошо. Он, как всегда. Я считаю, что он самый очаровательный итальянец в мире. Он такой красавец. Он прекрасный, конечно. У него такая энергетика. Он сумасшедший. Наташа, а кино? Вы же еще в кино там снимались в хвост и в гриву? Да. Без актерского образования и без всего. Это было тоже непросто. В виде красивой колонны? Нет. К счастью, нет. Или уже какие-то были осмысленные роли? Было интересно, потому что, когда я вышла замуж за моего мужа Луку, я ему обещала, то есть он меня попросил, единственное, ты делай, что хочешь, работай, я тебя всегда поддержу. Единственное, что, ну, актрисой, ну, не надо, я не выдержу, потому что должна целоваться с кем-то как-то, ну, не надо. Я говорю, хорошо, хорошо. И через 10 лет мне предлагают. Говорит, давай. Он не разговаривал со мной месяц, наверное. Да, он обиделся очень. Говорит, я тебя просил. Это образ. Который ты его плачешь. Хотя, мне говорят, да ладно, образ, все равно же целуешься. Понимаю. Но это какое-то мгновение, даже иногда неудобно, как-то так, даже иногда неловко. Нужно еще и расслабиться. Фрагментик сейчас посмотрим, Наташа, из фильма. Ой, страшно. Антония, у меня чрезвычайная ситуация. Что, как у Лафоко? Когда я увидел тебя в парламенте, меня чуть удар не хватил. А меня что, нет? Я когда узнал, что ты премьер-министр... Господи, то, что произошло между нами, ты не должен никому рассказывать, никому. Если разгорится скандал, мне конец. Нас обнаружили. Кто это? Это я, Лафоко, открой. Ох, этот Лафоко, кто это? Это один евродепутат. Нет, только не под кровать. Ты слишком длинная, ноги будут торчать. Давай, дуй в ванную. О, Господи. Ну и ночка, черт бы тебя побрал, Нун Санта. Со своей спокойной ночи, спокойной ночи. Это очень веселый фильм был. Очень веселый. Да, очень смешно. Наташа, а в России все пришлось же сначала начинать, когда вас позвали сюда на телевидение в Россию, и вы много лет вели программу «Снимите это немедленно». Да, десять. Теперь вы должны вернуться, были, и здесь все начать заново. Мне было очень интересно, потому что, во-первых, снимите это немедленно, это замечательная программа, которая помогает женщинам. Во-вторых, у меня была аналогичная программа в Италии, и мне было приятно принести, как бы, то есть мой опыт вот именно в эту русскую программу с русскими женщинами, которых я прекрасно понимала, потому что я тоже была закомплексована, у меня тоже были сложности. Поэтому мне очень понравилась идея. Я с удовольствием сказала «да». Хотя было очень сложно, потому что я часто писала здесь, летела сразу в Италию, фильмы, программы на итальянском, русско-итальянский, все перепутывается в голове. Хочу сказать «пожалуйста», говорю «прейгол», как говорят наши итальянцы. Старалась как-то выйти из положения. Но, слава богу, еще работала с приятными людьми, которые это прекрасно понимали и меня поддерживали всегда. Поддерживали, да. Таша строгая, ваша соведущая. Когда я услышала ее первый раз, это было в ресторане в центре Москвы, значит, подъехала машина, вышла большая громкая девушка, громко разговаривала, громко доставала подарки и громко говорила с акцентом. Но у Наташи есть удивительное свойство. Она очень обучаема. И так как мы с ней были плечо к плечу и очень плотно взаимодействовали на съемках и общались, она очень выслушивала речь и работала, работала, работала над собой. И акцент, и, конечно же, практика появилась. Ну, работа в кадре и разговоры на русском языке, она не на итальянском. И, конечно же, это стало уходить, ну, безусловно, и достаточно быстро. И она больше итальянка, чем ее собственный муж. Потому что она очень эмоциональная, она размакивает руками, и у нее есть удивительное свойство. Она, если плачет, то она плачет. Если она смеется, значит, она ржет в голос. Если, ну, в общем, она все делает, знаете, так по максимуму, никаких полумер. При этом она очень терпелива, что важно в нашей профессии. АПЛОДИСМЕНТЫ Саше было легко, действительно. Мы еще были такие разные. Она по стилю, я по жизни. Она организованная, я за ней развлекаю всех. Поэтому у нас был правильный союз. Работа на телевидении итальянском и работа на телевидении отечественном, это совершенно разные работы? Или все-таки есть что-то похожее? Конечно, есть что-то похожее. Я взяла лучшее из Италии, я взяла лучшее из России, и это все, это переплетение даже моего менталитета, итальяна, итало-русского, скажем, это же здорово. Здесь вот так, а там вот так. Даже когда ты растишь ребенка, представляете, у них по-другому, они читают сказки, у них по-другому говорят звери. У них говорят кикирики петух, ну что такое кикирики? Или, например, собака, ку-ку, у них собака говорит арф-арф. Или, или бау-бау. Бау-бау. Это еще хуже. Подождите, а где собака-то, бау-бау? Покажите мне ту собаку, которая говорит, а у вас, и говорит, аф-аф-аф. Вот, нормальная собака говорит так. Только кот, наверное, говорит мяу-мяу везде. Везде, да, да. Да. И еще была большая путаница. У нас, как говорит утка? Кря-кря. Кря-кря у них ква-ква, а лягушка говорит кря-кря. Это прям ужасно. Это прям ужасно. Это прям ужасно. Представляете, Саша, у Саши был, конечно, в голове просто хаос. Да, конечно, это ужасно. Она не понимала, как сказать. Сейчас ваши друзья о вас немножко скажут. Валерия Меладзе и Альвина Дзинобаева. Она очень надежный соведущий. С ней очень удобно вести программу, потому что, если вдруг я где-то запинался, то она моментально подхватывала. Я знал, что рядом со мной очень надежный товарищ, соведущий. Хотелось бы еще поработать с ней. В ней есть этот действительно неуемный темперамент, такой, который в обычной жизни может быть кого-то смутит, но то, что касается телевидения, то, что касается экрана, то, конечно, такой темперамент это большая-большая находка. Таких людей совсем немного. И для того, чтобы вот в этом пространстве как-то проявить свою энергию, чтобы зарядить этой энергией зрителей, ну, конечно, нужна только такая Наташа Стефаненко. И второй такой нет. Какая умница. Молмиеносно, мне кажется, сразу и навсегда она в себя влюбляет. Она, конечно, очень эмоциональная, открытая, взрывная. она очень профессиональная. Во-первых, она красавица. И счастливая женщина, судя по всему, потому что, как она говорит о своем муже, и как она на нем взывается, у нее в глазах такая поволока появляется. Это так заметно, так здорово. это качество сумасшедшинка такая. Вы понимаете, это же такая реактивность, это готовность, готовность импровизировать, готовность поддержать партнера, готовность взять на себя и внимание, если вдруг что-то. Понимаете? Ну, это очень профессионально. А еще, как она прекрасно говорит, сколько она может говорить, не останавливаясь. Для ведущей это великолепное, замечательное и профессиональное качество. Для мужа немножко меньше. Немножко, да. Да, муж берет пульт и говорит, Наташ, можно выключить тебя? Хватит. Какова жизнь с итальянским мужем? Мы на одной волне. Странно, он итальянец, но маму зовут Таня, чтобы вы понимали, она итальянка. Насладители почти одинакового возраста, у них очень много тоже общего. Мой муж меня многому научил. Когда мы решили пожениться, он мне сказал, Наташ, давай договоримся, давай не будем друг друга провоцировать. До сих пор выполняет вот эту вот просьбу он, даже больше, чем я. Ничего страшного, если я поговорю с мужчиной, или может быть пойду даже поем что-нибудь быстренько. Он даже этого себе не позволяет, потому что говорит, а вдруг тебе будет неприятно. А говорят итальянцы все жадные, нудные. Он совершенно не нудный и не жадный. Это как про русских мужчин, что они все алкоголики, да, не бритые. Мы договорились, что все делим пополам. Что это значит? Я, например, была в шоке, когда первый раз я пошла с ним на ужин, он не заблудил за меня. Он так объяснил, послушай, мы вместе работаем, мы вместе, мы в принципе, ну как, на одном уровне. Я до сих пор не очень этому объяснению довольна, но потом я немного поняла, потому что на следующий раз мы начали готовить что-то. Я приготовила, а он начал мыть посуду. Я бы ему сама не волнуйся. Он говорит, почему? Ты же тоже работаешь. Если ты работаешь, я работаю, значит все 50 на 50. То есть он может стирать, мыть, гладить, все что угодно, если я этого не могу сделать. Он очень помогает. Он семейный. Ваш муж Лука и ваша дочь Саша? Для меня ты фантастическая жена. Мы вместе 25 лет, и я уверен, что во всем мире, во всей Вселенной найти такую же, как ты, просто невозможно. Это точно. Мама всегда со мной рядом в трудную минуту. Именно мама моя настоящая подруга, которая всегда поймет и пожалеет. Даже если она далеко, мы все равно вместе. Она звонит, и мы болтаем обо всем на свете. Мама самая главная подруга в моей жизни. Никто из моих подруг не чувствует меня так, как она. С мамой я могу быть искренней и поделиться любым секретом в любое время дня и ночи. Ну, как и с папой, ведь ты мне все рассказываешь. Ну, это не совсем так. С мамой у меня другие отношения. Ну, только ты не обижайся. Чему только не научила нас наша мама. Например, меня, своего мужа, она научила мыть, стирать, готовить, наводить порядок в доме. Ну, не обманывай. Это абсолютная правда. Если я не сделаю, то никто не сделает. Ведь так? Что ты имеешь в виду? Я о том, что если мама что-то не успела сделать, то мы должны сделать это сами. Конечно. Знаете, почему мы такие худые? Извини. Потому что она нас не кормит. Например, утром она не провожает меня в школу, не готовит бутерброды и не подвозит меня на машине. Вы думаете, она та мама, которая регулярно ходит на родительские собрания в школу? Нет. И все-таки, несмотря на это... Даже если она далеко, она все равно всегда... Всегда. Она учит нас русскому языку, например. Да, конечно. Так? Конечно. Мама, мы любим тебя. Это я скажу на итальянском. Я очень тебя люблю, мамочка. Я тоже. Я тоже. Мы скучаем. Пока мамуля. Пока мамуля. Они смешные. А ребенок по-русски не говорит, да? Говорит, но стесняется. Вот у нее такой акцент. Я тоже очень... Потом она говорит пять, шесть, семь. Или мальчи. Путается с мальчиком. А ее в какую сторону несет, Наташа? В сторону черной металлургии? Или все-таки в актрисе? Даже не цветной металлургии. Да, или цветной. Больше архитектура. Она любит рисовать. У нее хороший вкус. Мы недавно ходили в разные университеты на собеседование. Думаем. Я тоже очень переживаю, но я ей даю свободу полную. Ошибиться, не ошибиться, не важно. Она должна это принять. Понятно. Наташа, вы говорите о том, и подруга ваша, Оля, об этом же говорит, что вам везет. И вы говорите о том, что вот подходит поезд, и вы понимаете, что это ваш поезд, и непонятно, куда он вывезет, но вы должны в него сесть. Как понять, что это ваш поезд? Ты не знаешь до конца, и интуиция тебе говорит, иди, делай, или рискуй. Чуть ли не зажмурившись, идешь вперед, стараясь не бояться, и спасибо папе, который меня научил хотя бы не показывать страх. Он всегда говорил, не показывай страх, даже если тебе страшно. Идешь вперед. Конечно же, иногда бывают, и получаешь оплеухи. Это нормально. Ну и меняешь... Траекторию. Да, траекторию. Это жизнь. Главное, не бояться. Потому что ты испугаешься, и не заскочишь в этот поезд. Ты будешь всю жизнь думать, вот надо было все-таки. А он уже до свидания. Кого-то он схватил, а вот меня-то я-то не села на него. Спасибо вам большое, дорогие, уважаемые телезрители. Ничего не бойтесь. Не надо. Садитесь в правильные поезда, и может быть, там как раз вы повстречаетесь с удачей, как Наталья Стефаненко. Спасибо. Наташа Стефаненко уверяет, что ответы на важные вопросы ей всегда подсказывала интуиция. Но я думаю, что ее жизнь сложилась удачно в большей мере потому, что она все время преодолевает себя и еще рискует. А кто не рискует, тот не пьет шампанского.